Европейская комиссия объявила, что предпринимает первые шаги к отмене, введенной против Польши штрафной процедуры, предусмотренной за системное нарушение стороной членом ЕС принципов правового государства и, в частности, свободы судов. Эта дисциплинарная мера прописана в статье 7 Союзного договора. Но Бруссиан решил, что она больше не требуется, благодаря усилиям нового премьер-министра Дональда Туска. Бывшее консервативное правительство партии «Закон и справедливость» предприняло реформу польской системы правосудия, поставив ее в большую зависимость от государства, что вызвало резкую критику со стороны исполнительной власти ЕС и обвинения в откате от демократии. Это также привело к тому, что Европейский суд объявил несколько польских реформ несовместимыми с законодательством ЕС и назначил наказание. В феврале новое проевропейское правительство Польши представило план действий по устранению выявленных нарушений. В понедельник возглавивший это усилие министр юстиции Адам Боднар выразил удовлетворение решением Еврокомиссии в социальных сетях. Депутаты Европарламента, проявляющие особый интерес к верховенству закона, также приветствовали достигнутый Варшавы прогресс, но предупредили, что решение Брюсселя может быть истолковано неправильно. Я думаю, что это тяжело. Новый государство пытается решить, что плачет правительства правительства и фундаментальных правительств over 8 years. Я очень благодарю прогрессу, который был сделан, особенно для того, что еще есть, но работа не сделана. Придя к власти в прошлом году, правительство Туска обязалось соблюдать постановление Европейского суда и признавать превосходство законов ЕС над национальными. Оно представило множество законодательных актов, но ни один из них до сих пор не вступил в силу. Тем не менее, Еврокомиссия разблокировала деньги, предназначенные Польше на восстановление после пандемии. Процедура по статье 7 продолжает действовать против Венгрии.